Это музей Черковского. Это уже 28 лет с музеем связано. Мы готовились с учениками к экскурсии. Это очень интересно, очень важно для учеников. Об этом тем, кто мой интересен, могут меня спросить. Я с большим удовольствием могу говорить часами, днями, месяцами и годами на этот день. Но не буду об этом говорить, а я хочу поделиться другим воспоминаниям. Первый раз я встретилась с Ольгой Ивановной, когда кончала ученища. Я училась на четвертом курсе и готовилась к выпускным специальным их поступлению в консерваторию. И тут Вера Знана Голландская, которая уже упоминалась, у которой большинство присутствующих знакомых, хотя бы по рассказам наших педагогов и по книгам, которые использовались при обучении. Так вот, она попросила свою ученицу, который в это время уже заканчивал консерваторию, поиграть на музыку просто. И познакомилась с Ольгой Ивановной. Я не знаю, помню ли это, как Ивановна. Очень может быть, что на этого, скорее всего, не помню. Потому что у меня уже 7, 8, 10 таких молодых людей, с которыми она до этого не встречалась, и после этого долго не встречалась. Конечно, она нас наглядит. Дело в том, что редкий случай, когда я училась уже на 4-м курсе в консерватории, в одном таком дружественном шарше меня изобразили в стенгазете, потому что это был единственный случай, когда на 4-м курсе ученица, где-то сходила с двумя косичками, вот. Ольга Ивановна, я так вспомнила, что мы, когда ночью говорили, Ольга Ивановна играла нам бать, мы играться, отдельные фемии, большие куски, или хотя у нас на курсе была клянда, которая совмещала с покидлянным объявлением, Но, тем не менее, мы оценили, как удобно было все слышать, запоминать, и Ольга Ивановна Кузьмин нам рассказывала об этом детстве, и Эпиногрин познакомил нас, и вот это за ним, и вступил к нам в консерваторию. А второй раз я хочу еще одно вспомнить, это где-то в 70-е годы происходило, в училище у нас, да, каникулы, конечно, в конкурсе, а в время мы все планируем. У нас устраивали Олимпиады, когда еще они были всесоюзные. К нам приезжали педагоги и лучшие студенты из Бисе, из Геривана, из Тишинева, из Киева, из Минска, из Риги, из Сталина, из Вильнюса. И устраивали, да, и, конечно, я среднеазвеним назвала, конечно же, у нас ученики были в среднем, да, и всегда, и они жали тоже студенты. В основном старшего педагоги им было интересно потенцилировать нашими выпускниками. Мы устраивали из дистанции по консерву, что они сказали, пение свистка, по консерву, конкурс был, решение задачи по гармонии, грамотно-пуляции, анализ, полный анализ гармонии. И, конечно же, он приходил в этом самом зале, вот тут, показать их, как они. Ольга Ивановна тогда у нас вела любовь в музыкальном дурном языке. Ну, для того же, по удивлению, всех представителей этих 16-15 пунктов Советского Союза, которые, приходя в 8 утра, они договорились, им давали ищу машинку, и они перепечатывали наши работы разные для своего употребления. И они приходили в 8 утра, и что мы видим, они видели, уже били тень с точным описанием всего, и какие результаты конкурса, кто занял какое место, и все это организовывали другим планом. Она так организовала своих студентов, что кто-то записывал, кто-то это уже писал в виде текста, кто-то было домой перебечатывал, кто-то привозил и наклеил в рану утра. И каждый день в течение двух недель каникул, это было каждый раз. И мы с увидим, Сергей Майлопатный, тогда мы тоже приходили, с ней утром ходили в 8 вечера, в лучшем случае, и каждый раз с удивлением обнаружили, что 50 вовремя вы готовы третьих людей. Мы такого сделать и представить себе, как это можно сделать, не могли, а больше вам это могло сделать. Поэтому не будем удивляться, что у нее были тысячи учеников, что она написала огромное количество трудов, и выросли детей и внутрь, и все по сверху сделала. Субтитры сделал DimaTorzok